Здравствуйте! Вы смотрите районные новости. Вот главные темы этой пятницы. Поддержать морально и помочь в трудную минуту советам. Основная задача фонда, да, у нас это идет, цель даже, ну и задача фонда, это персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции, семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер соцподдержки. В Талском открытое отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Она стала участницей большого регионального проекта «Герои Ямала». Северянка Галина Малькова ненадолго вернулась в родной Тазовский. Теория на пять, вождение на пять с плюсом. Полностью уверена в том, что женщины-водители Тазовского района очень дисциплинированные, грамотные и умеющие владеть транспортными средствами. Накануне завершился муниципальный этап конкурса «Автоледи». Второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тазовского района состоится 3 июля. Такое решение приняла конкурсная комиссия. Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тазовского района объявлен 17 мая. На участие в конкурсе поступило 3 заявления от Виктора Югая, Александра Михайлова и Алексея Рожкова. К другим новостям. В Тазовском открытое отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Накануне с бойцами, которые находятся в Тазовском в отпуске по ранению, а также с семьями участников специальной военной операции, пообщался временно исполняющий полномочия главы Тазовского района Виктор Югай. Разговор о том, какая поддержка сегодня необходима и о том, какие льготы и выплаты положены, длился более полутора часов. В нем приняли участие более 20 человек. Также на этой встрече была представлена местный социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» – это Светлана Тейвс. Основная задача фонда, да, у нас это идет, цель даже, ну и задача фонда – это персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции, семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер соцподдержки. Чтобы воспользоваться услугами фонда, можно позвонить по указанному телефону или прийти в штаб защитников Отечества. Он находится в Тазовском по адресу улицы Пейтомина, 10. Здесь созданы уютные условия для общения, есть даже детская игровая комната. У нас уже есть обратившиеся, мы над этим работаем, не скажу, что это все очень так быстро делает. Дело в том, что я приступила в роли социального координатора в Тазовском районе, да, нашего филиала. С 9 июня, то есть, сами понимаете, времени прошло не так уж и много, но уже действительно работа есть. К нам уже обратилась мама, в частности, да, ко мне, в общем, проблемы. Сын находится сейчас, в общем, понимаете, принимает, да, в специальной военной операции. То есть, там нужна помощь, письмо написано, ждем ответа. Надеемся, что все будет хорошо. Ну, а так, ну, есть, в принципе, обращения есть. В частности, отрабатываем с каждым персонально. Вот буквально позавчера мы посетили нотариус тоже с мамой. Нужна была помощь, консультирование маме. Было сложно, скажем-то, в каких-то вещах разобраться. Уточним, что по данным местного департамента социального развития, в Тазовском районе 98 участников СВО. У них 133 семьи, в которых воспитываются 100 детей. В районе начались активные работы по благоустройству поселений. Например, в Тазовском уже устанавливают новые теплые остановки, обустраивают площадь памяти. На следующей неделе в поселок приедет рефрижератор с большой партией цветов. Тему благоустройства продолжим в опросе программы. Здравствуйте, Тазовский в плане благоустройства сильно поменялся? Очень поменялся. Чистые дороги, все красиво, аккуратно сделано. Конечно, лучше. Раньше на берег все пешком ходили, а сейчас такси есть. Да все нравится, вы же сами все видите, все обустроилось. Старое все сносится, новые детские площадки, есть где погулять детям. Новые площадки для детей, во-первых, дома новые строят, новые скверы, парки. За 48 не столько много появилось. Дороги, школы, микрорайон солнечный. Ну а что еще можно сказать? Не знаю, в общем, все красиво стало, как раз каждый год лучше и лучше. Идут стройки дорог, обновляется все. Частенько же эти, вот эти, как, ступотники, да, вот делаем. Я думаю, что это, как бы, ну, чисто в пошелке жить, а не там, где вот, где загрязнено. Это же, вот, ну, для своих же, как бы, и дети, вот, например, вот детские площадки, да, вот, тоже строят. Вот, например, здесь разобрали, тоже будет строить, как бы, вот. Вот, вот, после работы, например, я вот с сыном гуляю, да, вот, ну, здесь уже, как бы, тоже невозможно. Ну, есть детские площадки, где все, как бы, для детей, все, как бы, вот, и ребенку приятно, и самому тоже. Вот я родилась в 63-м году, вот с того времени он очень поменялся. Поселок стал чистым, благоустроенным, домов очень много благоустроенных. Вот еще снесли бы старые и ветхие дома, тогда он был бы, как город. Благоустройство, может? Детских площадок побольше. Очень хорошее впечатление, нам нравится. Что, больше всего, нравится в Тазовском? Хорошие, добрые люди. Центр. Теория на пять, вождение на пять с плюсом. Накануне завершился муниципальный этап конкурса «Автоледи». Напомню, тематические испытания проходили в течение двух дней. Самые эмоциональные и сложные организаторы как раз оставили напоследок. Екатерина Фомичева следила за ними и уже знает имя самой дисциплинированной и грамотной участницы дорожного движения в Тазовском районе. Позади творческие визитки и медконкурс, который пролетел за рекордную одну минуту. Сегодня также быстро освободиться. Не получится, отмечают организаторы. Ведь прямо сейчас стартуют два главных этапа. Первый – экзамен по правилам дорожного движения. Настоящий прыжок в прошлое. Ведь последний раз северянки так волновались, сидя за партами у компьютеров, когда сдавали на права. Нина Салихудинова – победительница прошлого года. В 2022-м ей понадобилось больше пяти минут на этот тест. Сегодня в два раза меньше. Говорит, мотивировали окружные испытания. Я тоже в прошлом году не сделала ни одной ошибки. Но на этот раз мы работали уже на скорость. Потому что, побывав в округе, там девочки решают билеты за минуту 11 секунд 20 вопросов. Поэтому мы стремимся к такому же результату и уже работаем на скорость. Сколько времени сегодня занял тест? Вот на тренировочных, когда нам давали, минута 29. А, конечно, когда уже начался экзамен, разволновалась и две с половиной минуты ушло на решение 20 вопросов. Этап классического скоростного маневрирования, он в сравнении с прошлым годом изменился полностью. Если в 2022-м участницы проходили стандартные испытания, как на экзамене, то сегодня отдельные фигуры объединили в одну общую трассу. Всего их 8 – от змейки до габаритного коридора. Ошибки прибавляют время к итоговому результату. За фальстарт, например, 5 секунд, а вот за отказ от выполнения одного из заданий – все 100 штрафных секунд. Считаю, что участники довольно-таки справились с испытанием хорошо. Все испытания прошли, свои какие-то минусы были, но испытания хорошо прошли. Касаемо трассы, насколько она была сложной сегодня? Трасса была сложная, довольно-таки, но преодолимая. Итог на автодроме у кого-то плюс 70 секунд, а кто-то приехал на финиш вообще без штрафов. По итогам этого испытания члены жюри дали участницам рекомендации подтянуть параллельную парковку и змейку задним ходом. Учитывая то, что волнение, оно всегда мешает, девочки смогли собраться и достойно прошли трассу. Естественно, в некоторой степени было неудобно, потому что не свой автомобиль, кто-то управляет автоматически, на автоматической коробке передачи у кого-то механика. Но справились достойно, и я думаю, те навыки, которые они приобрели, все равно в жизни они когда-то пригодятся. Теперь полностью уверена в том, что женщины, водители Тазовского района, очень дисциплинированные, грамотные и умеющие владеть транспортными средствами. В итоге третье место в муниципальном конкурсе автомобильного многоборья заняла Ольга Козловская. Второе – Нина Солихудинова. Лучшей автоледи Тазовского района стала Анастасия Закирова. Обладательницы серебра и золота вновь отправятся на окружной конкурс. Он запланирован на осень этого года. Екатерина Фомичева, Максим Юпишин, Студия «Факт». Сегодня корреспонденты Студии «Факт» работают над созданием фильма-биографии нашей землячки Галины Мальковой. Она стала участницей большого регионального проекта «Герои Ямала». В его рамках Галина Сергеевна ненадолго вернулась на север, посетила близкие сердцу места, пообщалась с бывшими коллегами. Гостеприимная земля Тазу Ява приветствует вас и приглашает в удивительный, завораживающий своей красоту северный край. Теплый прием от бывших коллег и просто тазовчан. Ветерана труда Галина Малькова встречают у Стеллы. Для нее приготовили творческий номер. Это колоритный ненецкий танец и, конечно же, не обошлось без национальных угощений. Все работали по моей линии. Работали на Тазовском рыбозаводе, рыбаками, кто оленеводами работали. Отец у меня тоже, но он не на рыбозаводе, как раз в годы войны. У него, значит, в биографии написано, что с 34-го по 43-й, по-моему, 10 лет я считаю, или 44-й, или был председателем колхоза «Победа» в Тебеселе. Галина Малькова родилась в Тебеселе в семье советского партийного работника и рыбака. Школьное время вспоминает с трепетом и называет образовательное учреждение в те годы культурным центром, а местом притяжения молодежи – библиотеку. Я любила читать книги. Я, насколько сейчас вспоминаю, всегда думаю, боже мой, что я только не читала. Я еще не понимала, что я читаю, но «Мертвые души» Коголя, значит, все какие произведения вот такие. Мне казалось, чем толще книга, чем она интереснее. И поэтому, конечно, с классикой я ознакомилась очень рано. После окончания Тебесалинской начальной школы Галина Малькова переехала в Тазовский. Там она училась до 9-го класса, в 10-й пошла уже в Гасселе. В качестве эксперимента нас отправили учиться в Гассалинскую среднюю школу. В тот период времени вот этот поселок Гасселе, он же уже как бы действительно промышленный поселок, он же был сам по себе, открытие газа, и там осваивали, значит, нефтегазодобывающая организация была у них своя. И вот хотели из нас, из выпускников школы-интерната, ориентировать на профессии, связанные с геологией. 43 года назад Галина Малькова получила высшее образование. Окончила Тюменский государственный университет. Специальность – учитель истории. Я хотела вернуться к себе в родные края, поэтому, конечно, я вернулась в Тазовский, устроила Тазовскую школу-интернат. Значит, первый год мне дали 8 часов истории, и работала я еще воспитателем, мне дали 4-е классы. У Галины Мальковой более 20 лет общего педагогического стажа, из которых 9 она была организатором внеклассной работы. Еще 12 лет прошли на посту директора Дома пионеров и школьников. Сейчас это районный дом детского творчества. Традиционно теперь проводят здесь туристические следы школьников. Вот тогда мы начинали, эти турслеты мы не только в поселке проводили, мы ребятишек вывозили на омиках. Мы очень хорошо дружили тогда с директором речного порта. Был Александр Сергеевич Волков. Господи, как он нам помогал. Он, значит, предоставлял пароход, теплоход, и мы на этом теплоходе отбывали довольно далеко. И дети целый день, что только мы не делали, там и соревнования проводили. В начале 2000-х Галина Малькова сменила деятельность и встала на пост руководителя органов социальной защиты населения в Тазовском. Говорит, что работа была интересная, изучала много новой информации, очень часто летала в различные населенные пункты нашего района. Когда я пришла в органы социальной защиты, у нас здесь был дом Милосердия в селе в Госсале. Я считаю, что очень хорошее было учреждение по той простой причине, как ни говори все-таки, как ни крути, по тундре очень тяжело старым людям ездить и тем более жить в нем. А в то время же особо-то сильно сейчас строят дома и квартиры им дают, а в то время приехал человек сюда, в поселок, и негде даже остановиться. В больницу тебя не принимают. Поэтому мы использовали дом Милосердия для того, чтобы, во-первых, людей, инвалидов определяли туда. У нее получилось расширить горизонты и охватить как можно больше людей, нуждающихся в социальной поддержке. Уже 18 лет в Тазовском благодаря Галине Мальковой существует центр забота. Мы его почему создали? Потому что на тот период времени вот такая ситуация была. Людям некуда деваться, где-то они должны остановиться, кому-то нужно помочь. Многодетным семьям, семьям, которые в трудной жизненной ситуации по ряду причин оказались. Мало ли, что-таки мы же не говорим о том, что все у нас гладко, хорошо. И поэтому вот это учреждение у нас... Но я очень благодарна окружным властям, тогда Департаменту по труду, социальной защите населения. Они нас поддержали. Мне было сказано тогда, Светлана Ивановна Шевченко, ну найди помещение, остальное мы тебе все сделаем. Так оно и получилось. Нель Насановна, вы же в Тебе-Сале секретарем работали? Она говорит, ну да, работала. Да, очень долго она работала. Она и Тебе-Сале потом разгромила ее. Там даже в Тебе-Сале музей и фотографии есть. Галина Сергеевна, мы там два года назад были в Тебе-Сале, ездили с Сударушкой, но там не все. И там у них же музей небольшой такой. Да, есть, есть. И там на фотографии молодая есть. Да, конечно, надо же так ведь, а. Вечер воспоминаний или встречи в чуме с земляками. Многие здесь уроженцы из Тебе-Сале. Северяне говорят о развитии туризма в нашем крае и о важности сохранения культуры и традиций. Человек ведь силен чем? Своими корнями. Если помнит своих родителей, а тем более откуда произошел, от кого произошел, какие у нас между нами родственные связи. Да и, собственно говоря, в принципе, очень много можно говорить и про историю, и про географию. За три дня в Тазовском Галина Малькова посетила главные достопримечательности поселка и места ее молодости. Гости устроили персональные экскурсии. В завершении Галина Малькова посетила библиотеку. Где ветерана познакомили с азбукой Тазовского района. Екатерина Зайцева, Анатолий Чернышев, Студия Факт. Важные новости для тех, кто пользуется общественным транспортом. Автобусы теперь работают по летнему расписанию. С 19 июня по 13 августа будет отменен второй Гасталинский автобус. Расписание того, что курсирует по маршруту номер один, осталось прежним. В Тазовском с 15 июня по 31 августа работают только два маршрута – номер три и номер четыре. О других не менее важных событиях недели расскажем в воскресной панораме. Не пропустите 18 июня. В стройке недели Виктор Югай проинспектировал строительство жилых и социальных объектов в Тазовском. Какие ЦУ даны подрядчикам? Детали, факты и важные акценты. Главный летний промысел. Рыбаки готовятся к пути непередовиков производства. Прошлого года традиционно чествуют во время Дней рыбака. Они уже отгремели на пятых-шестых песках и в находке. Настроение недели. Тазовчане отметили День России. Праздник проехал бело-синий-красный колонной по центральным улицам поселка. Закружился в хороводе и заиграл оттенками десятков развлечений. На патриотической волне была и наша съемочная группа. В благоустройство недели в районе завершился сбор идей по улучшению качества жизни в рамках проекта «Уютный Ямал». Что предлагали северяне и как уже сегодня реализуются идеи прошлых лет, расскажем и покажем. Вместо большой перемены обед, вместо оценок зарплаты, вместо уроков сбор мусора. На санитарную очистку поселков вышли отряды главы. И уже по традиции завершает выпуск ролик из нашего проекта «Ямал-первых». Сегодня в кадре 1972 год. На север приехала агитбригада. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова